По сценарию учений условный взрыв бытового газа произошел в одном из многоквартирных домов деревни Ликино перед 8 часами утра, когда люди собирались на работу. Первые машины экстренных служб и представители власти прибыли на место происшествия уже через 25 минут. Было проведено оповещение членов КЧС и ЛТВ, Жаванского поселения Одинцовского муниципального района, всех экстренных и оперативных служб Одинцовского муниципального района. В настоящее время проводится контроль сил развертывания службы оповещены, все чиновники на месте, ответственные люди на месте, ЕДДС работал эффективно, оповещение прошло, все приступили. Все оперативно прибыли на место происшествия, занимаемся эвакуацией. Легенда учений предполагала разрушение перекрытия трех этажей. 20 человек пострадали, еще 50 требовалась эвакуация. Без газа оставалось большое количество жилых домов. Чтобы отработать слаженное взаимодействие всех служб, в тренировку был внесен ряд усложняющих задач и элементов. Легенда последствий аварий. И сюда входит эвакуация жильцов, медицинская помощь пострадавшим, обеспечение порядка в зоне ЧАЭС, подготовка временных и постоянных размещений людей, обеспечение их едой всем необходимым. На совещании, проходившем после осмотра места предполагаемого происшествия, о своих действиях отчитались представители всех задействованных служб и организаций района. Одинцово Межрайгаз, Мосэнерго, Теплосеть, Водоканал, Скорая медицинская помощь, Пожарная охрана и Полиция. Предлагаем 9-30 сформировать из числа сотрудников управления, функциональной группы оцепления, организации дорожного движения, эвакуации, охраны, связи, резерв, а также психологической помощи. Основные усилия сосредоточить на охране общественного порядка в районе ликвидации последствий человечальной ситуации, организации дорожного движения, в районе ликвидации последствий охраны, эвакуации граждан. При подведении итогов обсуждались и такие, казалось бы, второстепенные вопросы, как создание запасов автомобильного топлива, питание ликвидаторов аварии, обеспечение автобусами для перемещения эвакуированных жителей. Отдельно рассматривались и проблемы, требующие дальнейшей проработки. Например, скорость оповещения ответственных лиц АЧП была признана недостаточной. Я получил звонок 8.09, а глава поселения 8.17. Оттуда получил 7.50. У всех разное время оповещения. Либо компьютер, который вызванивает из ЕДД, я со всех поставил по графику, одному дозвонился, потом следующему и так далее. Если у нас с вами будет большой список, и все будут поднимать после 30-го, так сказать, гудка, то это время может растянуться на 3.40 минут. Участники тренировки смогли увидеть и пункт временного размещения, который развернули в спортивном зале местной школы. В целом, по мнению главы района, на этот раз все службы отработали на твердую четверку. Такие учения мы будем проводить без предварительной подготовки. То есть это будет внезапно. Так же, как у нас происходят учения последние годы в нашей армии, когда получают утром, собственно, конверт, вскрывают и понимают, что сегодня уже идет какая-то переброска воинских частей. Так же будем делать и учения в нашем районе. Никто об этом знать не будет. По ЕДДС пойдет сигнал, и мы все окажемся на месте через 10, 15, 20 минут. И начнем отрабатывать по тому алгоритму четкому, который сегодня обсуждали. В следующем году подобные учения станут проводиться в поселениях ежеквартально, на объектах различного профиля. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».